К обсуждению этой темы присоединяется директор Центра Ближневосточных Исследований Игорь Семиволос. Игорь Николаевич, приветствуем вас в эфире. Добрый вечер. Да, здравствуйте, добрый вечер. Тема нашего разговора условно называется «Нейтральность Российской Федерации», «нейтральность» в кавычках. Я бы даже указал о гибридности реакции России на события в Израиле. Вот как с вашей точки зрения, в чем выгода обострения на Ближнем Востоке сейчас для Москвы? Ну, наиболее простой ответ и очевидный, это то, что Россия заинтересована в новом обострении в любой точке мира. Это где обострение, так или иначе, перераспределяет ресурсы и отвлекает внимание от войны в Украине. То есть это очевидные вещи. В этой ситуации, конечно, есть еще один дополнительный фактор. Это, собственно, союзнические отношения России и Ирана. Иран, как мы понимаем, достаточно четко заявляет свою позицию. И есть основания утверждать, что он стоит за организацией этого всего, этой операцией Хамаса. То есть, как минимум, при его непосредственном участии эта операция проводилась. Поэтому, собственно, реакция России сейчас именно такая, чтобы, ну, с одной стороны, не выглядеть полностью замешанной в этой операции, а с другой стороны, не спровоцировать проблемы с Ираном. Кстати говоря, в том числе в нашем сюжете указывалось на том, что в этой и во всей истории открыто поддержал террористов Хамас как раз Иран. И знаете, что мне тут бросается в глаза? Что тут как раз мы такое увидим уже практические проявления вот этой оси зла, о которой говорили очень долгое время. Россия, Иран. Вот что об этом скажете? То есть, насколько сейчас важно дать миру правильную оценку и тому, что происходит, и тем странам, которые могут быть в этом во всем заинтересованы, чтобы предотвратить разрастание вот этого всего в какие-то дополнительные еще обострения по всему миру? Ну, я думаю, что есть смысл, конечно, говорить о оси зла, то есть и о союзе, честном союзе между Россией и Ираном, координации их усилий. И только вот как бы слепой сейчас этого не замечает, хотя совершенно недавно это, в общем, как бы не замечала Иран. И тут очень важно понимать, что эта риторика должна, конечно же, основываться на фактах, потому что все сейчас очень внимательно следят за тем, что происходит, и во многом это будет зависеть от того, как себя поведет сам Иран. То есть не с точки зрения поддержки, да, с этим все как бы более понятно, а вот уже непосредственное действие, насколько Иран готов далеко зайти в поддержке Хамаса и готов ли он открыть через своих прокси второй фронт. И какая будет тогда реакция России, и когда тогда будет устраиваться конфигурация на Ближнем Востоке. Потому что в этом плане, ну, есть масса нюансов, они до конца еще не определены, но в целом, если мы говорить о векторе развития и том, что, в принципе, происходит, да, несомненно, это вот зла, и мы это на своей шкуре испытали очень серьезно. Продолжать эту тему, то есть оси зла Иран-Россия. Центр национального сопротивления обратил внимание, что помимо шахедов иранских, которые использовали в своем нападении террористы на Израиль, также проследовалась и такая тактика использования дронов со сбросом боеприпасов. И вот как раз в Центре национального сопротивления обратили внимание на то, что боевиков могли обучать именно вагнеровцы. Как вот можете проследить вот именно в военном плане связь событий в Израиле и войну в Украине? Не исключено. Дело в том, что, вероятно, часть боевиков проходила обучение на базах в Сирии, и, собственно, там вагнеровцы присутствуют непосредственно и другие российские подразделения. Поэтому в этом плане вполне вероятно, что можно говорить о действительно российском следе в использовании вот этих сбросов и беспилотников для нанесения удара по позициям или по военным транспортным средствам израильтян. То есть это не исключено, это даже очень-очень вероятно. При этом какое отношение имеет вообще Россия к вот этим действиям и к тому, что сейчас творит Хамас и, возможно, даже вот этому вторжению в Израиль? Ну, Россия занимает позицию, она пытается занять позицию над схваткой, то есть она как бы дальше продолжает настаивать на том, что она может выступить посредником. Но чем дальше мы видим, тем меньше, я думаю, что, я надеюсь, и в Израиле меньше желания видеть Россию посредником. Хотя, конечно, определенные усилия мы видим до сих пор. И в этом плане Россия должна быть четко ограничена возможностями непосредственно влиять на ситуацию на Ближний Восток. В конечном итоге это нужно поставить руба, этот вопрос. Другое дело, кто будет реализовывать это ограничение. То есть пока я не вижу там сил, которые способны ситуацию изменить. Россия присутствует непосредственно на земле в Сирии, а Ирану своими подразделениями экспедиционного корпуса Аль-Кудз и другими шиитскими милициями точно так же присутствуют в Ливане, в Сирии, в Иран. И таким образом шиитский коридор функционирует достаточно эффективно, что не позволяет ни одной другой стране в регионе его каким-то образом ограничить. Если найдется сила, которая способна будет ограничивать влияние России на Ближний Восток, то, несомненно, мы увидим и достаточно серьезное изменение политик ближневосточных стран по отношению к России. Пока что это не удается делать. А чтобы вы вот ответили на заявление Лаврова и российских пропагандистов о том, что у боевиков Хамаса якобы было найдено западные образцы вооружений, которые предназначались для Украины. Они сейчас эту тему очень активно раскручивают. Ну, вполне естественно. Я думаю, это такая домашняя заготовка. И, в общем, тут ничего нового. Мы знаем о том, что вполне возможно какая-то часть вот этих вооружений в виде огнестрельного оружия и все попало в руки россиян в результате войны, как трофеи. То есть это вполне понятно. Мы знаем активный обмен между Ираном и Россией по поводу вот этих вооружений. И я более чем уверен, и это как раз наоборот. Это свидетельство в том, что Россия непосредственно вовлечена в этот конфликт. И потому что таким образом она уже заранее подготовила вот эти домашние заготовки с антиукраинской пропагандой. Это так с бухты-барахты не делается. Это, в общем, как бы часть, на самом деле, это часть специальных операций российских информационных, заранее подготовленных, с учетом того, что, в общем, этот конфликт произойдет. И есть смысл говорить уже, исходя из этой информации, как бы дальше проводить аналогию, что россияне заранее подготовили такие вот информационные вбросы, были в полном курсе того, что произойдет. Ну и поскольку мы активно должны противостоять российской пропаганде, я сейчас процитирую наш Центр стратегических коммуникаций информационной безопасности на опубликованных этим Центром кадрах, как раз в руках у боевиков Хамаса были замечены экспортные варианты российского оружия. Что вы по этому поводу скажете? Ну, это тоже очевидно, потому что все это вооружение находится в Сирии, и оно циркулирует. То есть оно таким же образом через Сирию попадает в сектор газа. Это как бы все очень даже понятно. Игорь Николаевич, а если поговорить подробнее о той реакции Запада, которую мы увидели в ответ на вот это нападение, то есть это что? Это некая солидарность, либо это дипломатический сигнал некий в этом есть, и практические последствия могут быть у такой солидарности? Вы имеете запад и поддержку Израиля в этом случае? Ну, это понятно, потому что в данной ситуации Израиль подвергся нападению, и в общем, в отличие от предыдущих времен, когда, собственно, скорее Израиль являлся инициатором боевых действий. Но я думаю, что вот эта поддержка, она будет зависеть в значительной степени от того, как будет происходить военная операция. То есть если Израиль начнет военную наземную операцию в секторе газа, и она затянется достаточно длительное время, в чем, в принципе, есть основания утверждать, то, конечно, эта поддержка будет слабой. Тут тоже нужно понимать, что это проблема. Достаточно быстро взять под контроль эту территорию практически невозможно. И здесь Израиль должен воспользоваться этой поддержкой для того, чтобы сформулировать какие-то четкие понимания, что будет потом. Но пока, мне кажется, нет никаких формулировок. А есть только понятное эмоциональное желание тереть газ в Швейцаре. Вот то, что весь мир заявляет о поддержке Израиля, это не просто на словах. В частности, Соединенные Штаты направили ближе к берегам, Израиля ударную группировку своих кораблей. Насколько далеко могут пойти США и западные союзники в военной поддержке израильской армии? Ну, вы знаете, я думаю, что тут все зависит от того, насколько долго будет длиться этот конфликт. То есть если этот конфликт окажется локальным, и он будет ограничен сектором газа, то, собственно, какое-то время это займет. Может быть, даже большое время. Но если этот конфликт... И тогда вооружений, предположим, в значительной степени хватит. Если этот конфликт будет уже более многосторонним, в который в этот конфликт будут вовлечены другие государства, то, конечно, здесь уже начинают другие факторы играть роль. И мне кажется, что американцы подтягивают к берегам Израиля авианосцы. Авианосцы связаны, в первую очередь, с попыткой предотвратить возможность вмешательства в этот конфликт непосредственно Ирана. Хотя, конечно, я прекрасно понимаю и оцениваю, что война с Ираном – это кошмарный сон Америки, и навряд ли они готовы к такому развитию ситуации. Еще интересно тут подробнее, наверное, разобрать отношения еще одного крупного геополитического игрока – это Китай. Да, они выразили беспокойность, но не более того. Такой страны хотелось бы, наверное, более какую-то подробную позицию услышать. Что вы думаете? Ну, они будут наблюдать. То есть для них идея нанесения геополитического или стратегического поражения Западу, она их устраивает. То есть если этим займутся другие страны, а не, собственно, Китай, это тоже его устраивает. Точно так же, как в вопросе войны России против Украины, как и Китай… Игорь Николаевич, вы нас слышите? Ну, да. Игорь Николаевич, Семиволос, напомню, директор Центра ближневосточных исследований к нам присоединился. Говорим мы… Так, Игорь Николаевич, вы нас слышите? Пропала связь. Игорь Николаевич, вы с нами на связи, слышите? Я с вами на связи. Буквально коротко, чтобы вы мысль закончили. Да, мы слушаем вас. Да, и поэтому я думаю, что Китай будет… Он заинтересован в стратегическом поражении Запада, но он будет действовать в традиционном китайском стиле, то есть будет выжидать. Потому что ему очень важно сейчас отношение с американцами, то есть чтобы в этой ситуации эти отношения не привели к кризису внутри Китая. И, соответственно, они все-таки оттягивают процесс, связанный с Тайванем, как минимум, до периода 27-30-х годов. То есть им сейчас конфликт не нужен, и они будут исходить из вот этой стратегической цели и задачи. Большое спасибо, Игорь Николаевич, за то, что к нам присоединились, поделились вашими мыслями. Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Напомню, с нами был на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова